Я игру не забрасывал, я все время в этот момент играл, и как вы видите, результаты есть. Я прокачал практически весь забор, хотя да, согласен, прокачки еще целевой очень и очень долго, но в целом, в целом я думаю, что за неделю, за две я справлюсь. Как я понял, опять все пошло не по плану. Да, в свое оправдание скажу, что я пытался, и когда я стараюсь что-то реализовать, вроде как в Clash of Clans именно, у меня это получается сделать, но потом на какой-то стадии я понимаю, что мне надоело. И после стадии, имеется в виду вот этой вот, когда я прокачал именно эту заборинку, мне что-то наскучило. И в целом так и получилось, и поэтому ролик не выходил буквально две недели, опять. Надеюсь, сейчас этого не произойдет, хотя я каждый раз это повторяю, но все же. Всем привет, с вами Стивен Геймс, и сегодня я продолжаю играть в игру Clash of Clans. И да, у меня снова база загажена, придется ее почистить. Субтитры сделал DimaTorzok Блин, я думал, дойду до 1600 гемов, но нет, все-таки 1572, приблизительно 70 гемов я все-таки получил с этого мусора. В принципе, неплохо. Мне нужно, по-моему, около 2000, чтобы приобрести нового строителя. Да, я до сих пор хижину строителя никак не могу приобрести. Это, конечно, идеально. И что я вам скажу, почему я решил записать именно сегодня эту серию. Ко мне недавно в магазине подошло три человека и спросило, когда будет Clash of Clans. У меня всегда этот вопрос вводит в какой-то диссонанс. Я не знаю, конечно, что людям на это ответить, потому что у меня Clash of Clans выходит тогда, когда я решаюсь его записать. И поэтому я не дал никакого ответа. Поэтому, ребят, если вы меня смотрите, то привет вам. Сегодня выходит этот ролик, наконец-таки. Так вот, что мы сегодня будем делать? Я в ролике всегда играю один бой, и этого недостаточно. Мне так показалось, и поэтому сегодня я сыграю все три боя. Да, я не буду показывать повторы, я не буду делиться повторами врага, например, который на меня напал и разнес, как всегда, мою базу. И вы не сомневайтесь, таких было очень много, потому что я никак не могу поменять ее. Хотя уже стоило. Поэтому сегодня мы будем атаковать три раза. Как раз-таки я все забустил. Как вы видите, атаки будут довольно быстрыми. И я надеюсь, что ролик я запишу приблизительно где-то за час. Хотя бы на одну заборинку мы сегодня накопим. Я не сомневаюсь. Ну и плюс, так как я не трачу дарк, возможно, где-то до 25 тысяч дарков каким-то непонятным образом я дойду. Что ж, давайте на это посмотрим. Кстати, перед этим я забыл кое-что сделать. Поэтому давайте сделаем. Я покажу, какими войсками я буду атаковать. Я сразу же создаю уже следующую тиму, чтобы, конечно, после того, как я атакую, они уже хотя бы чуть-чуть, но создались. Как вы видите, это 20 гигантов. Плюс, я точно не помню, сколько колдунов. Сейчас посчитаю. 8 здесь я поставил. Здесь тоже я ставлю 8 гигантов. Блин, гигантов и колдунов, точнее. Итого получается 16. Плюс 4 здесь. Это 20. И плюс 3 еще здесь. Итого получается 23 колдуна. Ну и, конечно же, 4 бомбера, чтобы взорвать по-быстренькому забор. Ну и после этого гиганты прорываются. Мы атакуем. Ну и сзади колдуны добивает. Ну и что я буду брать из хилок? Из хилок, точнее, из зелья. Это, конечно же, возьмем 1 рейдж и 2 хилки. Как-то так получается. 29 минут создаются. Неплохо. Ну и, естественно, король 8 уровня, который давно уже должен был стать 10, но я все время жалею на него. Да, именно. Дарк 35 тысяч. Это очень много. Ну вот и первая атака. Мне, по сути, даже не пришлось искать базу. Если честно, она сразу же мне попалась, и это очень хорошо. Как я буду атаковать? 10 колдунов выпускаем с одной точки, 10 колдунов с другой точки. И в целом ждем, пока выстрелит мортира. После того, как выстреливает мортира, а здесь она одна, поэтому она будет стрелять только в одну точку, мы выпускаем за ними колдунов. Ну, как-то так все получается у нас. Надеюсь, колдуны сейчас прибегут и очень быстро это сделают. Отлично. Колдуны уже побежали. Ну и дальше мы выпускаем уже, конечно же, короля. Колдуны идут за всем орудием, который стреляют в гигантов. И таким образом колдунов, по сути, никто не роняет. А это самое главное на данный момент. Вот здесь уже стоило бы подхилить, потому что я, вы видите, что я гигантов по тиху начинаю терять, а мне бы этого не хотелось. Ну и плюс колдуны, они бы по-быстренькому разлетелись, что тоже не очень-то и хорошо. Что ж, дальше прорывается следующая армейка, и здесь я тоже ставлю хил. Блин, не успел захилиться. Ну, бывает. Иногда бывает, и здесь, конечно, мой небольшой просчет, то что я не вовремя забросил хил. Надеюсь, что я успею выпустить этих колдунов, и все будет отлично. Ну, и здесь, конечно же, запускаю рейдж, потому что это центр, а центр нужно разрушить в первую очередь. Не знаю, честно говоря, что из этой атаки получится, но, в принципе, все, что я хотел сделать, так это забрать дарк. И это я сделал. В целом, база неплохая, разнесли мы ее очень быстро. Здесь я, как вы видите, ускоряю короля, потому что здесь вышел чужой король, скажем так, и хочет меня разнести. И поэтому надо действовать по-быстрому. Ну, по-быстрому, как вы видите, не особо получилось. Хотя я практически, практически разрушил всю оборону. Да даже не практически, я, по-моему, разрушил всю оборону. У меня есть еще где-то минута, и эту базу я разнесу на 100%. Отлично, я даже и не думал, что у меня это получится. Хотя, знаете, бывают иногда такие ситуации, что ты вроде бы как идешь, вроде бы как выигрываешь, и тут на тебе ловушка. И да, ты проиграл. И в этом-то вся проблема. Надеюсь, что этой проблемы больше не возникнет. Что ж, смотрим. Давайте, колдуны, лупите быстрее забор. Отлично, колдун мог бы уже здесь забор добить. Ну, ладно. Хорошо. Нет, он решил все-таки заново добить забор. Отлично. Отлично. Вот что я говорю про ловушки. Не надо идти туда. Ты ж пошел правильно. Ну, окей, хорошо. Одного колдуна мы лишились. Все из-за ловушки. Как всегда. 40 секунд, 39 секунд. И остается последняя башенька. Колдуны, что вы делаете? Зачем вы пробиваете забор? Ладно, тут просто половина гениев, половина тупых колдунов. В целом, все как всегда. Кстати, я заработал 1000 дарка, 242 тысячи монет и 167 тысяч эликсира. В целом, неплохо. На кубке мне вообще пофигу, но 19 штук я получил. Поэтому давайте посмотрим на следующую атаку. Я наткнулся еще на одну базу, где есть 2000 дарка. И сегодня мы на нее нападем. Потому что, вы посмотрите, просто она, по сути, ничего из себя не представляет. Оборона качается. И в целом, конечно же, это то самое, куда нужно нападать. Давайте попробуем, конечно, это сделать. Будем под углом атаковать, потому что по-другому никак. Я здесь вижу короля, блин. И одного бомбера я не там, где надо, выпустил. И туда, куда напал король, я выпущу своего. И, в общем-то, как-то вот так вот. Мы будем сейчас разносить базу. Я, конечно, пропукал бомберов, потому что выпустил их раньше времени. Ну, это так всегда бывает на самом-то деле. Но что поделать. Также ускоряем сразу же короля, чтобы он здесь всех мочить начал. Ну и в целом, пока что выпускать, мне кажется, рановато будет хилку. Потому что хилка нас здесь не спасет. Отлично. Ну и, конечно, буду следить за двумя армиями своими. Которая быстрее гибнуть будет на ту хилку и выпускаю. В целом, они пока что все живые, вроде как. Хотя, вот здесь бы лечение уже потребовалось, мне так кажется. Отлично. Гиганты начинают потиху хилиться. Колдуны куда-то побежали, не туда, куда надо. Блин, зачем мы пошли так гигант... Ну, не гиганту, а колдуну так, башне колдуна. Это очень жутко. Ну, что поделать. Ладно. Что ж, еще раз, наверное, сейчас здесь вот захилимся. Потому что здесь еще какой-то гигант вышел непонятный мне. Поэтому придется это сделать. Ну и в целях защиты, конечно, выпущу рейдж. Чтобы они по-быстрому здесь разносили всю оборону. Ну и, конечно, ее не оставалось вовсе. Потому что она мне только мешает. Вы просто посмотрите на нее. Если, конечно, сейчас мы хоть какую-то оборону не разнесем колдунами. То, конечно, все. Мы проиграли и здесь нету трех звезд. И, скорее всего, так и будет. Трех звезд здесь уже не будет. В любом случае. Блин. Ну, потому что не разнесли две пушки и одну лучницу. Да. Обидно, конечно. Но что поделать. Главное, что я забрал 2164 дарка и 307 тысяч эликсира. 229 тысяч золота. Ну и 10 кубков. Они мне, по сути, опять же, не нужны. Но я их почему-то получил. Неважно. Я, кстати, уже набрал 26 тысяч дарка. Я в самом начале ролика говорил, что максимум, что я накоплю, это, наверное, 25 тысяч. Нет, уже 26. И это только вторая атака. Давайте посмотрим еще на одну. Возможно, там еще гораздо больше дарка будет. Честно говоря, не знаю, что сейчас получится. Но это последняя база, на которую я буду нападать. И пофигу, что из этого всего, опять же, получится. Возможно, сейчас я быстренько солью. Из-за того, что... Да, она очень-очень жесткая. И, конечно, не знаю, как тут справятся мои гиганты. Но я надеюсь, они хотя бы немножечко, совсем чуть-чуть, ее разнесут. Самое странное, это то, что вот здесь вот просто так стоит... Да, вот сборщик. Не сборщик, точнее, а золотохранилище. И, блин, я не знаю даже, как тут напасть. Но давайте попробуем вот таким вот образом. Нападаем вот с этих двух углов. Дальше выстреливают две мортиры. Тихо. Блин. Ну, взорвали. Ну, да ладно. Бывает иногда и такое. Так, и дальше я выпускаю вот так вот колдунов. Дальше я выпускаю именно здесь короля. Потому что колдунов здесь гораздо меньше. Ну, а тут их могут быстренько повыносить. Поэтому ставлю защит. И тут тоже... Блин, тут тоже... Что не так-то пошло? Я вроде вовремя выпустил. Хотя, может и нет. Может, мне показалось. Но, да ладно. Где-то около 300 тысяч я уже забрал. Конечно, хотелось бы большего. Не знаю, получится это или нет. Кто здесь остается вообще? Я просто не вижу. Там кто-то что-то лупит. Здесь кто-то что-то пытается пробиться. Хотя нет. Здесь уже никого не было. Просто экран планшета маленький. Поэтому я не заметил. Но, да ладно. Иногда и такое бывает. Давай, король. Давай. Совсем чуть-чуть осталось. Да, ты добежал. Ты добежал. И сейчас заберешь еще немного золота. То, что мне и надо. Давай, разноси башню. Оставалось совсем чуть-чуть. Ну же. Ну же, король. Ты сумеешь. Ты сумеешь. 49 процентов. Да, к сожалению, он не достиг. Не достиг результата. Того, которого я хотел. Да, возможно, сейчас многие корить меня будут за то, что я неправильно атаковал. Надо было атаковать по-другому. Согласен. Но я забрал 399 тысяч. И мне этого достаточно. 400 тысяч, если говорить правильней. То вот смотрите, что у меня получается. Я прокачиваю сразу же 2 заборинки за один лишь выпуск. За один лишь выпуск. И я еще одну атаку сделал. Я ее тоже не показывал. Потому что первоначально я думал атаковать все 3 на 3 звезды. Но у меня потом это не вышло. И получилось вот как-то так. 3 атаки. Первая на 3 звезды. И у меня получилось сорвать неплохой куш. Вторая атака не совсем хорошая. Здесь было 2 звезды и 56%. Третью атаку я вам показал. Ну и четвертую атаку я вам тоже показал. Но там были тоже небольшие проблемы. Как вы видите, 49%. Хотя да, можно было накопить 3 звезды. Но какая разница? Главное это результат. Результат здесь был. И неплохой результат. Что ж, получается как-то так. В общем-то база потихоньку растет. Да, сейчас я не буду обещать вам того, что я прокачаю базу опять же за 2 недели и тому подобные вещи. Потому что навряд ли у меня это получится сделать. Хотя, кто знает. Сейчас я ничего не обещал. И вдруг через 2 недели база и база по сути целая. Следующий ролик, возможно, будет очень скоро. Я не могу зайти в бой. Но у меня еще не пройдены обычные, обычные атаки. Когда ты нападаешь не на какого-то человека. А, например, на какие-нибудь базы гоблинов. Я думаю, вы помните все. Там еще я когда-то снял ролик, который набрал 200 тысяч просмотров. И там, в общем-то, я поступил очень плохо. То, что взял только одну звезду. Многие начали за это корить. Ты неправильно атаковал. Но тогда я еще по сути играть не умел. Да и сейчас не очень. Но в целом хоть что-то. Хоть что-то. Поэтому, что ж. В скором времени, я думаю, ролик опять же выйдет. Денька через 3. Дайте мне 3 дня и ролик будет. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Если понравилось видео, подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok